Всем привет! Меня зовут Катя Харитоша и если вы впервые видите меня, то обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Там вы найдете очень много разных стильных крутых притесок и укладок. И не только. Например, недавно я показывала, как заплести самой себе очень популярные цветные боксерские косы. А в этом видео я хочу с вами поделиться своим крутым способом, как сделать стойкий, шикарный прикорневой объем на тонких волосах. Без гофре. Это простой и надежный способ, как придать прическе объем, желаемую форму и произвести впечатление. Но хочу вам сказать, что этот способ прикорневого объема, как и любые другие, в том числе и вариант с гофре, не стоит делать слишком часто. В любом случае волосы травмируются. Но если вы, как я, без объема никуда, продолжайте смотреть. Я покажу вам один из самых своих крутых способов прикорневого объема. Первое, с чего стоит начать, это мытье волос и головы. Я мою волосы дважды. И рекомендую вам использовать легкий шампунь, не питательный. И если вы именно сегодня хотите создать объем на волосах, не утяжеляйте волосы масками и маслянистыми спреями. При мытье волос особое внимание уделяйте корням и коже головы. Волосы я помыла, они у меня влажные и заколола их наверх. Кстати, после мытья положение волос наверх тоже хорошая основа для прикорневого объема. Сейчас я их буду сушить и параллельно расчесывать. Но прежде я нанесу на все волосы очень легкую по своей текстуре термозащиту. Уделяя особое внимание конца. Волосы периодически я буду сушить не с головой. Это нам тоже даст хорошую основу для прикорневого объема. Волосы нужно равномерно просушить. А то я знаю, что девушки иногда сушат только концы или только корни. Это неправильно. Сушить волосы надо равномерно. Особенно если вы хотите объем. Когда я понимаю, что мои волосы высушены примерно наполовину, я добавляю на корни волос спрей для объема. И затем снова сушу волосы. В моем случае из-за своей длины и тонкости прикорневой объем от сушки феном продержится недолго. Его обязательно нужно закрепить. Следующим этапом я буду слегка, очень слегка начесывать волосы попрядно. Проходясь один-два раза щеткой с внутренней стороны. И для закрепления я буду использовать пудру. Рекомендую использовать пудру легкой или средней фиксации. Иначе с пудрой сильной фиксации можно переборщить и убить весь объем. Пряди, которые у меня были внутри, я начесываю с двух сторон. Повторяюсь, я все делаю слегка, чтобы не было ощущения комков в волосах. Чтобы из укладки в течение дня спокойно можно было создать прическу, хвост или пучок. Напоследок прохожусь пальчиками. Сбиваю дополнительно волосы у корней и исчезываю верхние прядки волос. Мой объем стойкого прикорневого объема готов. Держится он у меня до следующего мытья волос. Единственное, он, конечно же, опадает после сна и ношения шапок, но легкое движение пальцами возвращает им форму. Я обычно не ношу такой объем более одного дня. Большое спасибо, что смотрели мое видео. Буду ждать ваши комментарии. Расскажите, есть ли у вас свои способы создания стойкого прикорневого объема. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok